МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ТВ 21+, выпуск новостей с итогами Ольга Володина. Коротко о главных темах выпуска. Мурманские врачи оттачивают новую технику. То есть реабилитация после эндоскопического удаления или эндоскопической процедуры, она намного короче. Как убрать опухоль без ножа? Мурманские рынки пестрят дарами природы. Девочки, меня рот черный, меня не снимают. А, это от черники? Ну, я выбраковывала и употребляла. Малина, черника, морожка и ведра грибов. Что еще можно принести домой на ужин? Акция «Хороводы России» за пять лет собрала более ста городов страны. Когда ноги просятся в пляс. Узнаем, какие бывают хороводы и увидим, как умеют веселиться северяне. Губернаторский стартап стал в два раза больше, но только для предпринимателей, работающих в зато отдаленных и приграничных территориях. Они смогут получить до двух миллионов рублей на развитие своего бизнеса. Об этом рассказали сегодня на оперативном совещании в областном правительстве. Заседание провела первый заместитель губернатора Оксана Демченко. Через неделю, 22 августа, в регионе стартует вторая волна подачи заявок на получение губернаторского стартапа. В этом году гранты выдали уже 30 предпринимателям. Те, кто будут участвовать в конкурсе сейчас, смогут претендовать на субсидию до двух миллионов рублей. Но с одним условием. Бизнес должен быть в зато, в отдаленных или приграничных населенных пунктах. Мы будем отдавать приоритет или особо поддерживать проекты по созданию на этих территориях аптечных пунктов. И также особый приоритет получат проекты семей участников специальной военной операции. Прием заявок на получение губернаторского стартапа продлится до 30 сентября. Подробную инструкцию, какие документы нужно собрать и куда их подать, вы можете найти на сайте регионального бизнес-инкубатора или перейдя по QR-коду, который видите на экране. Лада Егорова, Борис Савельев, ТВ21+. Кроме этого, в правительстве произошли кадровые изменения. Юлия Полектова избавилась от приставки ИО и теперь официально вступила в должность министра транспорта и дорожного хозяйства. В госорганах региона она работает в общей сложности больше 20 лет. Последние два года в министерстве, которое возглавило. Первая задача на новом посту – успешно завершить летние дорожные ремонты. Мурманские врачи-эндоскописты освоили новый вид операции – удаление опухоли на слизистой толстого кишечника. Для заполярья такая процедура уникальна. Она не только позволяет эффективно бороться с новообразованиями, но и доставляет меньше неудобств пациенту. До сих пор эндоскопические операции по удалению опухоли на слизистой кишечника проводились только в крупных клиниках страны. В Мурманской области отсутствовало необходимое оборудование, да и с технологией северные специалисты были мало знакомы. А между тем у таких процедур много плюсов. Сейчас мы удаляли образование до 3 сантиметров. Сейчас начинаем вводить методики, которые позволяют убирать нам образование большего размера. То есть реабилитация после эндоскопического удаления или эндоскопической процедуры, она намного короче, чем после полосной инвазивной процедуры, которую проводят хирурги. Во-первых, не нужно делать разрез. Инструменты вводятся через специальный канал эндоскопа. Во-вторых, нет необходимости в общем наркозе. Ведь на слизистой отсутствуют нервные окончания, значит и боли человек не чувствует. Не менее важно и вовремя диагностировать заболевание. Для этого у мурманских онкологов теперь есть современное оборудование. На нем и изображение четче, и режимов больше. Включается режим измененного света, на котором можно увидеть лучше сосудистый рельеф, в принципе рельеф слизистый. Поэтому осмотры сейчас проводятся у нас как в белом свете, так и в измененном свете, чтобы увеличить количество выявлений ранних раков. Они и онкологии позволяют заполярным врачам на месте справляться с все большим количеством недугов. В прошлом году в областном диспансере появились современные ускорители, которые, по словам специалистов, почти полностью закрыли потребность лучевой терапии. Кроме того, мы разрабатываем технологии, которые позволят получать и оперативное лечение на наших базах. В сентябре месяце мы планируем запустить установки гамма-детекции для наших открытых операций на молочной железе в содружестве с Мурманской областной клинической больницей. Но полностью обеспечить пациентов необходимым лечением пока не получается. Поэтому онкодиспансер сотрудничает с более чем 40 ведущими российскими центрами. За 7 месяцев этого года в клиники за пределами региона уже отправили более 500 пациентов. Севолод Краснов, Максим Чинкин, ТВ21+. Чтобы поставить подобные операции на поток, врачам еще предстоит тренироваться. Пока в их практике было только два подобных случая. Оба завершились успешно. А летчики Северного флота тем временем отрабатывают один из самых сложных элементов летной подготовки. Это дозаправка в воздухе. Его выполняют практически на каждых учениях, чтобы заправщик и заправляемый аппарат двигались как можно более синхронно. Как это происходит, продемонстрировали экипажи Су-24 и МиГ-31. После обнаружения и перехвата условного противника, когда поражены все заданные цели на берегу и в акватории Баренцево и Белого морей, молодое пополнение Северного флота приступает к труднейшему маневру – дозаправке в воздухе. Танкер выбрасывает шланг. Истребитель приближается и ловит его конец с помощью электромагнитного замка. Оператор контролирует процесс перекачки топлива. После чего пилот уменьшает скорость, и самолеты разъединяются, когда сила натяжения превысит силу электромагнита. Александра Хлебцова, ТВ-21+. Добровольцы второй космены марафона понеслось. В очередной раз пришли на помощь сотрудникам Лапландского заповедника. Два дня они пилили, стругали и шлифовали. Что из этого вышло, расскажет Кирилл Грапиняк. Ольга с темой экологии знакома давно. Шесть лет она сортирует мусор, участвует в субботниках и привлекает к этому друзей. В корпоративно-волонтерском движении почти с самого его возникновения. Корпоративное волонтерство меня не сразу захлестнуло. Оно когда потихоньку-потихоньку мы начали помогать на мероприятиях своих друзей, и потом потихоньку-потихоньку объединяться в команды. Потихоньку Норникель обратил на нас внимание. Я вижу эту линейку развития на своем личном опыте. Слет участников корпоративного волонтерского движения в Лапландском заповеднике – это часть программы «Экомарафона» понеслось. Здесь можно познакомиться с единомышленниками, поделиться опытом и узнать что-то новое у коллег. В прошлом году участники «Экомарафона» построили так называемую тропу Северного оленя и интерактивную площадку. В этом сезоне волонтеры уже ремонтируют экскурсионные тропы, красят столбы и выравнивают дорогу в заповедник. За два дня активисты должны были подготовить доски для новых экотроп и как можно больше узнать о природе родного края. А приглашенные эксперты провели для них несколько лекций и уроков. Нам очень хочется, чтобы волонтеры становились еще просветителями, несли знания, формировали мировоззрение у детей в школу, где учатся их дети, или просто у друзей, коллег на работе. И этот урок является инструментом, который готовят методисты. Одним из особых гостей «Экослета» стал Сергей Ридзик. Спортсмен родом из Манчегорска, и северная природа ему близка. Когда олимпийскому чемпиону предложили участие в проекте, он не раздумывая согласился. Особенно мне нравится, когда ты летом все налетишь, потому что полярный день, все видно, все освещает классно. И вот видишь вот эту природу, полярное достояние такое. Ну, север, крайний север, север. Классно, это же супер. Экомарафон понеслось, в Мурманской области ежегодно бьет рекорды по количеству участников. В этот раз удалось собрать 184 команды, 97 только из Кольского дивизиона. Благодаря большой активности северян, Манчегорск в 2021 году стал столицей корпоративного волонтерства. Становится с каждым годом все заметнее. Вот этот вклад, который делают волонтеры не только компаний, но и другие волонтеры, приезжающие в заповедник, благоустройство дроб здоровья, благоустройство различных объектов на территории заповедника. Участники продолжат работу над своими проектами, а уже осенью подведут итоги и наградят победителей. Команды, реализовавшие лучшие инициативы, поедут в Красноярск на эко-саммит «Сибирская перспектива». За два дня в лесу волонтеры наверняка собрали не одну корзинку грибов, ведь август богат на дары природы. Заполярные огороды и сады тоже сейчас дают первый урожай. Какими фруктами, растениями и овощами наполнены мурманские рынки сейчас, узнала Элина Шагенова. Середина августа в самом разгаре радостный аппарат для дачников и огородников сбор урожая. Рынки пестрят дарами кольской природы, ягоды, фрукты, грибы и, конечно, овощи. С чем сейчас можно вернуться домой на ужин? Здравствуйте. Картошка наша северная? Да, северная. Выращенная вами? Да, точно мной. И мужем, и детьми. Все помогают. Я одна бы не справилась, потому что 10 соток огороду. О качестве своего картофеля Валентина Семеновна может говорить часами. Сил потрачено много, но еще больше любви. Выращивает клубни в поселке Молочный, говорит, рассыпчатые, хранятся до весны, а крахмала не так много, в отличие от тех, что растут на юге России. Часто берете здесь картошку? Да, в городе, да. И как она на вкус? Честно, очень, очень, очень вкусная. Вкуснее наша северная? Вкуснее в сто раз северная. Правда? Да. А вы ее жарите или лучше варить? Что лучше? Как приготовить? Ну, и в духовке можно, и пожарить можно, и отварить можно. Все, что угодно. А с грибочками вообще опасно. Так расхвалили, что эту картошку я не могу не купить. Поэтому вот то, что для меня припрятали, я попробую. И если мне понравится, я обязательно вернусь. Совсем рядом представлен кулинарный ингредиент, идеально гармонирующий с картофелем. Лисички, белый грусть, волмушки, подберезовики. От изобилия грибов разбегаются глаза. Не жалей сил. Часами их собирают пенсионеры в лесах недалеко от областной столицы. Меня зовут Алла Васильевна. Я очень люблю лес. Я не столько собираю грибы, сколько медитирую. Но когда находишь грибочек, ну, это такая радость, он такой красивый. В этот сезон урожай богатый. Но, опять же, поблизости не особо можно найти, потому что все ходят. Ходят и дети, и люди с собаками, и просто... Я один раз встретила довольно далеко дедушку. Я шла туда два часа, между прочим, от дороги. В Мурманске вы имеете в виду? В Мурманске, ну, это Мурмаши, вот, в Мурманской области. А он шел уже оттуда с двумя палочками. Тяжелым трудом достаются и ягоды. Малина, черника, морожка, черная смородина. Яркими пятнами они украшают столы продавцов. Девочки, меня рот черный, меня не снимают. А, это вы от черники? Ну, я выбраковывала и употребляла. Если бы я продавала чернику, я бы тоже так делала. Расскажите, а вы сами ее собирали? Честно, пионерскую. Одни собирают, другие выращивают сами. Мурман Капанадзе вместе с супругой владеет небольшим участком в Минькино. Там и смородина, и малина, и разные овощи. Удержаться и не попробовать тяжело. А можно мне малинку попробовать? Пожалуйста. Очень вкусное, сладкое. А как вы с Мурманской едете в Минькино? Кто ухаживает за огородом сейчас? Сажусь на машину, еду. И как часто? Жена каждый день почти. Кто там ночевает, там живет. Жена там пропадает по-своему. Конечно, уйти с пустыми руками я не могла. И кажется, я знаю, что у меня будет сегодня на ужин. Картошка с грибами, а на десерт черника. Совсем скоро теплые деньки, сменятся холодом, а к зимовке надо готовиться. Например, есть натуральные продукты, где много витаминов. Элина Шагенова, Борис Савельев, ТВ21+. В Мурманске прошел 13-й международный слет кредитных союзов. Первое Мурманское общество взаимного кредита подготовило для участников мастер-класс по системе управления. Первая Мурманская по многочисленным просьбам участников рассказала про свои практики, так как являются лидерами отрасли и одним из самых больших кооперативов России по размеру активов. А также состоят в партнерских отношениях с Международным институтом Адизица, методология управления которого применяется по всему миру – корпорациями, крупными компаниями и даже правительствами. Мы с удовольствием приняли участие в международном слете кредитных союзов и поделились нашими знаниями и опытом с другими кооперативами. Нам важно, что наши профессиональные навыки были признаны на международном уровне. Наша саморегулируемая организация поддержала инициативу Первого Мурманского по обмену знаниями внутри сектора. И, к слову сказать, проверку контролирующего органа мы прошли успешно. И вот уже на протяжении 12 лет продолжаем предлагать северянам выгодные и честные тарифы с гарантированной ставкой. Сейчас она составляет 12% годовых. Десятки тысяч северян стали клиентами Первого Мурманского. Здесь предлагают разные выгодные тарифы по сбережениям. Тариф с высокой ставкой 12%, тариф для пенсионеров, тарифы на короткие и длительные сроки с пополнением и без. Финансовые консультанты Первого Мурманского ответят на все интересующие вас вопросы и помогут подобрать наиболее выгодный тариф. За более подробной консультацией вы можете обратиться в один из десяти офисов Мурманские области или получить подробную информацию по телефону 99-44-77. Вы смотрите новости на телеканале ТВ21+. Спасибо, что остаетесь с нами. Мурманск закружился в танцы. На лодочной станции у Семеновского озера прошел ежегодный фестиваль хороводы России. Более сотни жителей и гостей города несколько часов, взявшись за руки, изучали премудрости древних обрядов. Что такое змейка и столбцы и звучит ли в сердце северян народная песня, узнал Севолод Краснов. Хоровод – это не только один из древнейших народных танцев и достающий культурный феномен. Этот символ солнца, плодородия, радости и главное единство можно встретить в любом уголке мира. Акция хоровода России за пять лет собрала более ста городов страны. А с прошлого года ей принимают участие из-за полярия. Поехали! Разрешите? Задорная или лирическая, удалая или напевная – народная песня – это калейдоскоп настроений. И так уж повелось, что практически для каждой мелодии свой хоровод. Это только кажется, что танец простой – ходи по кругу, да за руки держись. А ведь есть еще змейка, спираль, столбцы. Хождение по кругу – это, естественно, во всех традициях. Но на самом деле это мы сейчас, единственное, что мы знаем – это вот этот самый хоровод-кольцо. На самом деле хороводных движений очень много. Когда ты вот два часа с человеком, не расцепляя руки, все говорят о том, что вот то чувство единения просто феноменаль. Народный праздник – это еще и феерия красок. Острые рубахи, платки и сарафаны раздавали всем желающим неподалеку. В костюме вы или нет – неважно, ноги все равно так и бросятся в пляс. Как вы вообще относитесь к таким мероприятиям, к народному творчеству? Все, по-гладому, почаще. Великолепно! Всем привет! Вы сюда пришли на танцы или просто мимо прогуливались? Прогуливались, услышали музыку. Я детей вырастила, детки все благополучно. Осталась, в общем, одна в квартире, сделала ремонт. И отдыхай, Галя. Я увидела такое зрелище, это замечательно. Я очень люблю народные песни. А песни особенно, как говорится, танцы так себе, ну, можно и поплясать иногда. Вот дети пришли на движение какое-то интересное. И все по площадке гулять. К слову, дети на Руси в хороводах не участвовали, только молодежь. Ведь в разгар разудалого веселья можно ненароком и травму получить. Но в этот день ребятня радостно плясала наравне со взрослыми. А еще с удовольствием пила сладкий чай с печеньем и раскрашивала лица ярким аквагримом. Появился фестиваль хоровода России в 2017 году в Санкт-Петербурге. Тогда на Дворцовой площади кружились несколько тысяч человек. Сейчас количество участников исчисляется десятками тысяч. В ближайшие дни за руки возьмутся жители Москвы, Владимира, Перми, Сызрани и еще более сотни больших и малых городов страны. Всеволод Краснов, Татьяна Лежняк, ТВ21+. Выходные получились богатыми не только на культурные, но и на спортивные события. По всей России отмечали День физкультурника. Наш регион не остался в стороне от праздника. Что такое пожарная тяга и как играют в большой дартс, узнал Данил Скуратов. Праздник спорта, как и любая тренировка, начинается с разминки. Это знает каждый северянин. Почти половина населения региона регулярно занимается. В раннем детстве мы встаем на лыжи, коньки и учимся плавать. На центральном стадионе профсоюзов многолюдно все, потому что здесь празднуют День физкультурника. Позади меня играют в баскетбол на одно кольцо, чуть подальше соревнования пожарная тяга между сильнейшими сотрудниками МЧС. Пожарная тяга – испытание, требующее серьезной силовой подготовки. Ведь уже первый этап – это подъем и переноска квадроцикла. К слову, весит он 400 килограммов, а это равноценно массе пяти взрослых мужчин. Дальше башня из пожарных рукавов, транспортировка газовых баллонов и даже переворот машины. За всеми этапами следят судьи, которые не только учитывают время, но и оценивают точность действий. Ну а если подвинуть шину с помощью кувалды для вас чересчур, то можно принять участие в эстафете. Ну и какой же День физкультурника без соревновательной части, тут с этим все хорошо. Например, есть вот такой вот миниатюрный дартс, можно вот так покидать мячики, ну, почти идеально. Дальше городки, увеличенная версия тенниса и баскетбола. Даже шар для боулинга и кегли здесь в 15 раз больше стандартных. Кстати, мячик на самом деле вот такой вот гигантский, он очень тяжелый. Цель выбить заветный страйк и получить за это очки. Дальше все просто. Набрал больше всех баллов, стал победителем, получил медаль и диплом. На торжественной церемонии наградили всех от мала до велика. Профессиональные спасатели получили кубки, а самым сильным и ловким детям и взрослым вручили медали. Данил Скуратов, Максим Чинкин, ТВ, 21+. Эту субботу Даниил провел в спортивном режиме. Сразу после праздника на стадионе профсоюзов он остался на футбольный матч. Мурманский клуб «Север» еще на шаг ближе к званию чемпиона Северо-Западного федерального округа. Красно-белые одолели Санкт-Петербургскую звезду. Подробности в следующем сюжете. Начинается пятая за последние пару месяцев домашняя игра Севера. Соперник не самый простой, звезда из Санкт-Петербурга. И красно-белые готовы выкладываться на максимум, несмотря на то, что они все еще первые в турнирной таблице чемпионата Северо-Запада России. На 28-й минуте матча ошибка звезды. Фолл прямо около ворот. Судья назначает пенальти. Иван Игнатенко ударом в левый нижний угол наказывает противников за слишком агрессивную игру. Какая боль, какая боль. Север-Звезда 1-0. Возможно, не так поется во всеми известной песне, но сегодня на Центральном стадионе профсоюзов после первой половины счет именно такой. Успех Севера в этом сезоне находит отклик у фанатов. После каждой победы на трибунах остается все меньше места. А гул кричалок становится все громче. Как игра Севера? Вот последняя игра. Я не была 6-го числа, честно скажу, на игре. Из-за дождя не пошла, но, думаю, пропустила. Большое зрелище. Сейчас пришла. Мне, на самом деле, очень нравится, но единственное, ребята с мячом зачастую долго возятся. Играет Север, играет, старается. Ничего получается, правда. Особенно в завершении вот атак. Ну и соперник такой не слабенький, не самый слабый. Еще игра покажет, еще время есть. Нормально. Самое то. Все правильно. Да, ребята, нормально. Части длилось недолго. На 72-й минуте игроки и звезды нашли, чем ответить. Гол. Но и северяне не планировали оставаться в долгу. Спустя мгновение Иван Игнатенко оформляет дубль. Окончательный счет 2-1. Точно такой же, как и два месяца назад в Санкт-Петербурге. Тогда Иван Игнатенко, как и сейчас, стал одним из героев матча. Будем стараться, конечно. Вот игра от игре все лучше. Взаимодействие понимаем, притираемся. Вот у нас в паузе пришли новые люди. Втягиваемся, все становимся единым коллективом. Друг друга понимаем уже без слов. И поэтому с каждой игрой все будет лучше и лучше. Будем стараться. Впереди у севера еще четыре встречи. Ближайшая с Карелией состоится 20 августа в 14.00 в Петрозаводске. На родном поле красно-белые сыграют 14 сентября в 19.00 против Пскова. А в субботу 17 сентября в 13.00 на стадионе профсоюза состоится последняя в чемпионате игра за полярной командой с Ленинградцем. Данил Скуратов, Максим Чинкин, ТВ 21+. Готовь зимнюю куртку летом, гласит мурманская народная мудрость. Один из крупных отечественных оптовых поставщиков европейской верхней одежды отказался от сотрудничества с западными партнерами. И сейчас распродает ранее ввезенные качественные пуховики и дубленки с большими скидками. На выставке продажи представлены норвежские и немецкие пуховики, канадские, аляски, финские дубленки, кожаные куртки, парки и шубы. Одежда выдерживает сильные морозы до минус 50 градусов, а качественные наполнители пух-перо, биопух и верблюжья шерсть не сбиваются при стирке. В связи с ситуацией в мире наша компания решила полностью разорвать все отношения с западными партнерами-поставщиками. А что касается товара уже ввезенного, было принято решение распродать по всей стране в режиме «Нордическая неделя» по ценам, которых больше не будет никогда, то есть по ценам крупного опта. Непонятно, что сейчас будет с импортными поставками, а тут прям хорошего качества такая одежда. И я купила, очень довольна. Да, очень комфортно, качество хорошее, цена приятная. Мне очень нравится, не хочется снимать. Распродажа продлится с 17 по 21 августа. Выставка будет работать с 11 утра до 8 вечера в торговом центре «Детский мир». Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем YouTube-канале. Телефон редакции для ваших новостей – 400-870. Не забывайте про Viber и WhatsApp и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. В Кандалакше завтра осадков не ожидается. Температура воздуха плюс 16, плюс 18. В Умбии днем до плюс 17. Солнечно. В полярных зорях около 15 градусов выше нуля. Похожая погода ожидает жителей Апатитов. В Кировске чуть холоднее, плюс 13, плюс 15. В Кавдоре во вторник до плюс 17, без осадков. В Манчегорске плюс 15, плюс 17. Солнечно. В Лавозере около 16 градусов со знаком «плюс». В Оленигорске солнечно, без осадков. В Никеле плюс 14, плюс 16. Переменная облачность. Похожая погода ожидает жителей Заполярного. Столица Северного флота завтра плюс 14, плюс 16. В Мурманске также до плюс 16. Насадков не ожидается. А это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Володина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова